Жила была принцесса, которая жила в замке. Она была очень добрая, красивая. Её звали Белоснежка. Но она не была. Это не та сказка, про которую вы думаете. Белоснежка из Янгнова. Это другая. Белоснежка была крёстницей феи. Вот она и позвала свою крёстницу фею. Крёстница феи, пожалуйста, приди ко мне, пожалуйста. Крёстница, крёстница. Крёстница прилетела и спрашивала. Ну что тебе надо? Я хочу себе принца красивого, на белом свете которого нету, и доброго, самого лучшего. Ты это сможешь, крёстница, сделать. Я тогда тебе разрешу жить в своём замке, в превосходном, красивом. Ну, пожалуйста, сделаешь так. Я очень прошу тебя, крёстница фея, Марья Гаритта. Маргарита. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. И крёстница фея отвечает. Конечно же, помогу. Так и быть, сделаю я тебе сейчас принца твоего. Абра-кадабра, тарабра-таданда, бумс! Принцесса оглянулась и посмотрела. И там стоит красивый принц. Она обрадовалась, не знала, что делать. Но вдруг она подумала, может быть, не отплатить этой фее крёстнице? Всё-таки не крёстница мне она. Она так сказав, сказала, Крёстница, ты же не моя крёстница, потому живи ты где хочешь, но не в моём замке. Понятно тебе. Ну, хотя её всё равно здесь нет. Могу этого ей же не говорить. Пойду с принцем поженюсь и долго счастливо буду жить вместе с своим принцем. Не будем хорошая пара и красивая свадьба у нас будет пышная. А вдруг потряслась земля и вылетела крёстница и сказала, ты обманула меня. Я знаю, что я не крёстница, но я не заслуживала жить не в дворце. Потому если ты так очень хотела меня обмануть, так пусть твой принц превратится в коалу. Амбра-кадабра-дадамбра-бабабумс. И крестница улетела, и принцесса осталась коалой. Принцесса отгнила. Уж плакать хотела, но не плакала. Думала, как коалу сделать нормальным принцем. Коала только умела говорить. Я принц, ты чё надела, да? Теперь я коала. Что ты делаешь со мной? Коалы не принцы теперь. Принцесса это услышала. Зовет крестницу. Крестница, пожалуйста! Я тебя обещаю. Ты будешь жить в моём царстве, государстве. Ну, а там вот и чё? Ниоткуда не возьмись. Ну, тогда и с подругой моей надо будет поделиться. Принцесса подумала, подумала. Я решила, ладно, ну, пожалуйста, только сделай эту коалу обратно принцессу. Пожалуйста! Но тогда и ты должна разрешить моему питомцу жить в коале. Ну, ладно, ладно. Будет она жить в нашем дворце, государстве. Но только сделай его нормальным. Обещаю, в чё, что ты захочешь. Живи здесь как хочешь. Как он хочешь и так же. Но освободи только этого принца из облика коал. Тут прилетает крестница Маргарита. Ладно, я согласна сделать коалу. Но запомни, если этого не случится, тогда вы все вместе с принцем превратитесь в простой воздух. Ты меня понял? Принцесса, я отвечаю, да-да. Ну, вот и она. А-бракада-бракара-да-да-да-да. Бум! Чтобы коала превратилась в человека. И здесь была моя подруга с коалой. Ну, и тут появилось так много-много всего. И за ним Маргаритой стоял принц. Вот принцесса была рада. Но уступать место в королевстве не хотела. Ну, пришлось. Не хотела же в воздух она превращаться. Вот и сказала принцесса фея. Спасибо тебе за все. Пожалуйста, можешь оставаться у меня. Пойдемте, будем жить мирно, счастливо и добренько. Пошли. Будем лучшими всеми друзьями мы. Мы ж лучшие, красивые самые. Наша семья будет очень большая, Маргарит. Ладно, сказала она. И все пошли в дом. Вот и сказаньки конец. Кто слушал, молодец. Встречаемся потом. Если вам понравилось, ставьте лайки. Прошу вас, ставьте лайк. Просто у нас нету кто ставит лайки. И подписывайтесь на наш канал. И вы увидите много других сериалов. И нас, и других. Много. Вам, если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Мы умоляем вас.